шалом из иерусалима это огромная радость вообще говорить и учить и учиться что может быть еще важнее из того города где когда-то ходил жил умер и воскрес наш господь мы знаем что дух святой живет в каждом из верующих в него и все таки мы не только духовны мы еще и плотски и можно об этом говорить с сожалением или нет но констатация факта состоит в том что нам ничто человеческое не чуждо в том числе и эмоции и каждый раз когда я учусь города в котором учил иисус мне наполняет чувство особенной благодати мне бы очень хотелось что все о чем мы с вами будем говорить воспринималась именно под таким углом не как истина в последней инстанции уж книг как отличная последние инстанции самая лучшая доктрина ни в коем случае просто может быть немножко больше любви немножко больше понимания немножко больше улыбки в наших душах могли бы нам осознать может быть не до конца но хоть отчасти то великое что происходило здесь на этой земле поэтому я приглашаю вас вернуться ни много ни мало на две тысячи лет назад вам не стоит представлять меня одетым в тогу того времени и сравнивать с библейскими персонажами ориентируясь на мою бороду но тем не менее и хотелось бы чтобы мы оставили в нашем 21 веке все наши доктрины и правильные и нет все наши привычки и правильные и не очень все наши традиции которые возникли отчасти потому что мы их унаследовали часто и потому что мы сами к ним пришли и попытаться взглянуть на прошлое в нашей жизни как на чистый лист бумаги на который мы будем сейчас вместе с вами наносить письмена может быть первый раз в жизни многих может быть неожиданные письмена может быть письмена которые заставят нас удивиться но тем не менее может быть самое главное чего бы мне хотелось добиться под конец всего этого курса чтобы никто из нас не становился в позицию самоправедности и самоумудренности и мог осуждать другого просто за то что другой человек думает иначе чем думаем мы итак мы возвращаемся с вами на две тысячи лет назад и и прежде чем мы приступим непосредственно к изучению текста возникает вопрос все ли сказанное нашим господом является богодухновенным безусловно разве может быть иначе чтобы господь бог не говорил богодухновенные тексты но в то же самое время читая и она мы знаем что далеко не все тексты произнесенные господом богом нашим иисусом вошли в канонический текст евангелия но ведь он же говорил и ведь же был кто-то кто слушал и лука обращаясь к этому тексту говорит феофил тут уже начали составлять некоторые повествования хотелось бы и мне дабы не утратить то есть люди передавали хочу напомнить что лука не был непосредственно учеником иисус то есть он слышал от кого-нибудь и он начинает об этом писать то есть имела место некая передача имела место некая традиция теперь возникает вопрос если так насколько мы вправе сегодня говорить о правомощности той или иной традиции помогать нам толковать тексты которые дошли сегодня до нас сама постановка этого просто кажется несколько странно я повторюсь но тем не менее это то с чем надо иметь дело сегодня ведь по сути своей все сказанное иисусом происходило не в безвоздушном пространстве и не в культурном вакууме это происходило вполне конкретной социальной культурной исторической среде прав доктор десницкий который утверждает что мы не можем автоматически переносить культурную ситуацию того времени на наше но если это правда то не меньше и правда является это что мы не можем полностью сбрасывать со счетов все что там и тогда было сказано поэтому прежде чем мы приступим к тексту вообще нам надо бы подумать о месте традиции в вопросах толкования для того чтобы попытаться понять вправе ли мы это делать вообще или нет я предлагаю вам заняться достаточно необычной вещью вернуться еще на полторы тысячи лет назад со времен иисуса совершенно незапамятные с нашей точки зрения времена к временам дарование евреям торы во время синайского откровения и посмотреть как господь бог позднее относится к вариациям которые применяют люди к толкованию его заповедей и насколько мы можем применять впоследствии возникающую традицию для прочтения того или другого новозаветного текста я хочу сказать вам что новозаветные тексты в том числе евангелия по крайней мере евангелия были написаны в так называемую ветхозаветную природу до возникновения церкви если бы моя была воля может слава богу что ее на то нету то новозаветными откровениями я бы начинал считать все книги начиная со второй главе деяния апостола ведь все что говорил делал чему учил как жил иисус происходило до его смерти само собой разумеющийся и до его воскресенье и до дарования святого духа и до возникновения церкви и подчинялась полностью вне всякого исключения всем правилам ветхозаветного времени но как бы там ни было давайте обратимся во глубину веков давайте обратимся к пророку который жил в восьмом веке до нашей эры и имя его амос вот что пишет он я буду читать начиная с восьмой главы 4 стиха вы слушайте это алчущие поглотить бедных и погубить нищих вы которые говорите когда-то пройдет новолуние чтобы нам продавать хлеб и суббота чтобы открыть житницы и уменьшить меру увеличить цену сикля или шекеля и обманывать неверными весами чтобы покупать не имущих за серебро и бедных за пару обуви а высевки из хлеба продавать клялся господь славу якого поистине вовек не забуду ни одного из дел их не поколеблитель от этого земля и не восплачет ли каждый живущий на ней взволнуется вся она как река и будет подниматься и опускаться как река египетская вы мне зададите вопрос а собственно какое-то отношение имеет к тому о чем мы хотим говорить о жизни нашего господа хочу обратить ваше внимание посмотреть на эту проблему несколько сынова ракурс вот перед нами жители израиля которые ждут не дождутся когда следуя слова мамоса и говорят когда же пройдет новолуние чтобы нам продавать хлеб и когда же закончится суббота чтобы открыть нам житницы отсюда мы делаем вывод что евреи не продавали и не покупали ничего в субботу уже в восьмом веке до нашей эры а иначе если бы они это делали какой же смысл им было жаловать что более поразительно и сейчас я хочу обратить ваше внимание на это что моисей получив откровение на синае вовсе не запрещает людям торговать в субботу вовсе не запрещает людям заниматься торговлей в новолуне а здесь мы видим жалобы которые возникли почти 500 лет после дарования тора на то что ну давайте же скорее пусть закончится суббота вы позволите нам открыть это то есть на протяжении 500 лет в израиле возникла некая традиция которую здесь словами господа бога переданными через амоса господь бог освящает он говорит то что вы не продаете и не торгуете и не покупаете в субботу я говорю да и аминь хотя строго говоря никакой заповеди на запрет торговли в субботу не существовало иными словами господь бог ставит как бы свою печать на процесс некоего понимания или осознание текстов что является по своей сути освящением некой германифтической традиции или подхода к писанию но можно сказать это единичный текст ничего подобного не встречается ни до ни после как бы не так я хочу обратить ваше внимание еще на один отрывок и это отрывок уже из книги пророка еремия который естественно на пару сот лет ближе к нам чем амос мы знаем еремия находится в иерусалиме иерусалим находится под осадой и еремия предрекает что иерусалим рано или поздно падет и вот мы читаем 17 главе 17 главе стихи с 19 и далее так сказал мне господь обратите внимание так сказал мне господь еремия не говорит от себя это не его кабинетные размышления над библейским текстом так сказал мне господь по идее стань в воротах сынов народа которыми входят цари иудейские которыми они выходят и во всех воротах иерусалимских и говорим слушайте снова господне цари иудейские вся иудеи все жители иерусалима входящие своими сими воротами так говорит господь берегите души свои и не носите нож в день субботний и не вносите их воротами иерусалимскими и не выносите нож из домов ваших в день субботний и не занимайтесь никакой работой но святите день субботний как я заповедал отцам вашим откуда он отвечает господу богу на подтверждение заповеди которая никогда не было в законе нигде господь бог не запрещает носить нож и нигде господь не запрещает пользоваться транспортом но тем не менее 700 лет спустя после дарования торы возникла в еврейском народе некая традиция произвольная традиция нигде не заповеданная до того богом и господь бог говорит и правильно и хорошая традиция и я хочу чтобы вы толковали мои слова о запретах или наоборот о позволениях исходя из этой германифтической традиции вы имеете право это делать на самом деле достаточно сенсационное утверждение потому что мы привыкли считать традицию всегда чем-то второстепенным ненужным но дорогие мои любимые не существует веры без религии я берусь это утверждать если под религией понимать свод правил при помощи которых мы толкуем писание можно говорить хорошие они или плохие но полностью отречься от того кто мы среди кого мы живем как мы говорим кому мы говорим какие цели мы преследуем абсолютно невозможно мы еще не духи мы еще здесь на этой земле и мы обращаемся к людям которые точно также относятся к реальность еще один отрывок который я хочу вам прочитать прочитать это сходный отрывок отрывок наими позднее чем иеремия из 13 главы это уже 440 445 год до нашей эры имея пишет в те дни я увидел в иудеи что в субботу топчут точила возят снопы навючивает ослов вином виноградом смог вами всяким грузами отвозят субботний день в иерусалим я строго выговорил им в тот же день когда они продавались ясное и теряне живы львы иудеи привозили рыбу и всякий товар и продавали субботу жителям иудеи и в иерусалиме и сделал я выговор знатнейшим из иудеев и сказал зачем вы делаете такое зло и оскверняете субботу вот знаете был бы я в иерусалиме я бы сказал минуту не понял вот она тора вот она заповедь божья никто нам этого не запрещает но господь здесь поддерживает пророка на имею с его требованиями требования не могли выдвигаться если бы люди уже не знали о запрете речь идет о тысячелетнем периоде после дарования торы то есть мы видим на лице во всех трех отрывках которые я привел что существует некая традиция не зафиксированная в библии толкование писания которую господь бог считает на сто процентов правомочной он позволяет людям попытаться понять писание так как они понимают в данное время в данном контексте и в данных обстоятельствах и думаю что из всего того что мы сейчас сказали следует одна и самая главная идея мы приступаем к вами бесценной кладези сокровищницы божий к собранию мыслей нашего господа жизнеописания дней сомнения рождения и так далее как мы это будем понимать умудренные двух тысячелетним опытом и пользованием компьютеров просвещенные греки проживающие сегодня будто в россии и америки и осваивающие свои автомобили и систематическое богословие и отринувшее самое человеческое то что было в иисусе его еврейство или же мы все-таки попытаемся не снизойти до того что вернемся на две тысячи лет назад и рискнем усвоить ту традицию и те методы понимания с которым тогдашние получатели из рук непосредственно луки или иоанна матфея или марка тексты эти они их открывали и понимали их как евреи первого века в свете еврейской традиции первого века и в свете знаний опыта того который они получили находясь в этой иудейской земле и поняв может быть попытавшись понять это мы найдем себе силы пересмотреть хоть некоторые в том что мы утвердились и чем так недавно мы еще гордились и попытаться пойти дальше помня самое главное пренебрегая второстепенным и помятуя что ничего кроме любви который подарил нам господь бог которую мы должны искать в этих текстах не делая их абсурдными ничего кроме вот этой любви конечном осадки оставаться не должно мы продолжим с вами наши лекции из города иисуса я надеюсь что и последующие будут по крайней мере не менее интересными да благословит вас господь бог приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению евангелия и расширению библейского образования от нас зависит будет ли христианское образование доступным поддержите наш проект молитвой и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv seminary.com ищите нас поисковых системах по запросу ищите нас поисковых системах поисковых системах поисковых системах.